Зима – традиционное время, когда для проживающих в частном секторе наиболее актуальным становится обеспечение топливом. Не секрет, что несмотря на обилие современных материалов, многие до сих пор предпочитают обычные дрова. Причем зачастую заготавливают их путем сбора валежника. Как это правильно делать, чтобы не возникло конфликтов с лесниками и полицией, выяснила наша съемочная группа. Это только кажется, что пойти в лес за валежником можно вот так запросто. Казалось бы, собирай все, что лежит под ногами. Однако это относится только к веткам, хотя бы и самым большим. Что касается стволов, то далеко не все из них можно распилить на дрова. Если есть упавшее дерево, и на нем сохранилась хвоя еще зеленая или листва, то данное дерево не попадает под понятие валежник. Это еще свежая, это еще деловая древесина. Все это не просто слова. Заготовка дров в лесах регламентируется статьей 11 лесного кодекса. В частности, к валежнику относится все то, что уже не требует спиливания, срубания или срезания. То есть, когда уже нет необходимости отделять ствол от корневой системы. Ну и, как уже было отмечено, на лежащем дереве не должно быть никакой зелени. Вот он, типичный валежник. Дерево, потерявшее деловые свойства. Видно, что оно упало само, его не пилили. Видно, что его, видать, ветром сломало. Уже давно никакой нет хвои на сучьих. Да и сучьев почти не осталось. Короче, бери и пили. Однако не всякое мертвое дерево является валежником. Например, вот сухостой, вот эта сосна. Ни одной иголочки, коры никакой уже давно нету. А тем не менее, попробуй-ка-то его спили. То есть, пока дерево стоит, оно собственность государства, владельца участка или его арендатора. То же самое, кстати, относится и ко всевозможным остаткам на лесосеках. Там тоже щепки не возьми, даже если какой-то ствол показался забытым. Еще один важный момент – инструментарий для сбора валежника. Допускается применение бензопил, ручных инструментов. Заготавливать валежник можно, не применяя специализированную лесозаготовительную технику. То есть, это какой-то прицеп, может быть, дачный, двигаться разрешено по существующим дорогам. Не повреждать подросток, подлесок, напочвенный покров. Кроме того, стоит отметить, что валежник можно заготавливать только для личного использования. Он хоть и считается лесными ресурсами, но все же это не ягоды. И табличку рядом с прицепом не поставишь с надписью. Продаются дрова, свежесобранные, распиленные, из экологически чистого леса.